Всем привет, с вами Найт, и сегодня я хочу поговорить про Fortnite, за две недели игры в которой у меня накопились в голове некоторые мысли об этом проекте, которыми мне бы хотелось с вами поделиться, да и просто обсудить что там да как. Какого-то четко структурированного сценария для этого видео я писать не стал, ибо про эту игру хочется именно что просто поговорить, без глубокого анализа механик и прочего, хотя у меня на канале и так нет видосов с глубоким анализом чего-либо. До этого у меня уже был небольшой опыт игры Fortnite, но это было где-то наверное года три назад и вообще неправда. В то время форточка работала еще на предыдущих версиях Unreal и игровых режимов, там было ну не сказать чтобы прям много, а если я ничего не путаю, то в то время Fortnite был просто батл роялем со строительством. И вот где-то в прошлом году Epic Games перевели свою дойную коровку на пятую версию Unreal Engine и игра нехило так преобразилась. Завезли все фишки новой версии движка, систему освещения Lumen, технологию на NIT, трассировку лучей сверху докинули и на ультра настройках игра выглядит весьма солидно. Еще добавили возможность самому создавать игровые режимы на базе движка, и вот этот момент стал как мне кажется точкой, которая разделяет жизнь игры на до и после. Людям дали инструмент, благодаря которому они смогли создавать свои собственные игры внутри самой Fortnite. Я как-то раз самолично потрогал этот софт, но быстро понял, что без базовых знаний работы движка Unreal тут мне делать нечего. Максимум, что я смог, это сделать холмики и поиграться с освещением. Может быть когда-нибудь я найду время разобраться как там все работает, хотя кого я обманываю. Но игры от самих игроков это еще не все. Недавно сами разработчики добавили в Fortnite два официальных режима. Хотя даже нет, это не просто новые игровые режимы, а именно что полноценные игры. Это выживач в коллаборации с LEGO и гонке Rocket League. Короче говоря, контента за последние годы в Fortnite завезли целую гору. Что ж, давайте сначала я расскажу про два новых режима, а потом уже про все остальное. Итак, что же там за LEGO выживач такой? Перед началом самой игры нам показывают синематик, где какая-то тянка убегает по лесу от каких-то злодеев и случайно попадает в LEGO мир через внезапно появившийся перед ней портал. Вот такая вот завязочка. И как только мы появимся в мире, как раз ее и встречаем. Зовут ее, кстати, бомбистка-идеалистка. Она нужна тут по сути лишь для того, чтобы в самом начале подсказать игроку, что туда как устроено. Но полезна она будет только для тех, кто вообще никогда не играл в игры типа выживачей. Основная цель здесь это развитие своего поселения, которым, кстати, можно заниматься в коопе с друзьями. Игра предлагает вам построить пару лачуг, после чего к вам начнут приходить различные персонажи, которых можно будет приютить. И поначалу им будет достаточно лишь того, чтобы у вас в поселении была одна свободная кровать. Своим жителям можно давать указания по типу «займись ресурсами» или взять, например, с собой в поход, чтобы те помогали в сражениях и добыче ресурсов. Дальше, по мере развития вашего поселения, к вам будут заявляться более привередливые персонажи, которым наличия кровати уже недостаточно. Им подавай более высокий уровень комфорта. А это значит, что нужно повышать уровень поселения. Первые уровни будет прокачивать довольно несложно, так как все нужные ресурсы для этого достать труда не составит. Они вас буквально окружают. Собираете древесину, камни, другие всякие ресурсы. Строите из них различные аппараты по типу станка, лесопилки или прялки. Оружие крафтите без каких-либо проблем. Но вот в какой-то момент для повышения уровня поселения вам понадобятся ресурсы, которые просто так на полянке не валяются, как древесина или камни. И вам придется рейдить пещеры и соседние биомы. С пещерами особых проблем не возникнет. Но вот в соседних биомах вам придется не сладко. Ибо в зимнем вам будет вечно холодно и предстоит искать способы согреться. А в пустынном вы будете постоянно искать способ охладиться. В лего выживалку я пока наиграл не очень много и в соседних биомах особо надолго не задерживался. Но режим этот я точно не заброшу пока, так что буду и дальше в него играть. Ибо сделан он очень ладно и играется весьма приятно. Можете кстати по ссылке в описании перейти на мой твич канал. Там я периодически провожу стримы и может быть на одном из них буду как раз проходить лего фортнайт. И еще один новый режим это гонки Rocket League, которые больше на самом деле напоминают Hot Wheels. Режим вообще классный, но уже потребовательнее к скиллу чем лего выживач. Тут есть три категории заездов, которые делятся по уровню сложности. Легкий, средний и тяжелый. Прокачки нет вообще, кроме простенькой визуальной. А ваша машинка и машинки соперников имеют совершенно идентичные характеристики. Различаются только скинчики и собственно уровень скилла. Так что шансы на победу тут у всех равные. Управление суперудобное, контролить машинку легко и приятно. Особенно если играть с геймпадом. Трассы все сделаны очень добротно в визуальном плане и в плане геймплейна. В это определенно точно стоит сыграть. Итак, а теперь настало время поговорить о народном творчестве. И здесь действительно есть где развернуться. А начать все-таки хочется с классики. Ну или, если быть более точным, с омажа на классику. Зоим-бережим в стиле Онова из пятой части Call of Duty с подзаголовком World at War. Все как и в старой доброй Call of Duty. Покупаем в нарисованных на стенах картинках оружие, собственно, само оружие. Заколачиваем окна. Разбиваем лица проклятым зомби-нацистам. И открываем новые комнаты. Единственное, что, наверное, слегка огорчает. Это то, что комнат этих не так уж и много, как в оригинале. И тем не менее, это все равно не умаляет крутости этого режима. Если будете играть в Fortnite, обязательно зайдите в этот режим. Не пожалеете. И заодно словите нотку ностальгии. Продолжая тему отсылок на Call of Duty, хочу показать и рассказать про еще одну игру в стиле знаменитого шутера. Тут, правда, вид от третьего лица, но тем не менее. Если бы не стилизованные скины игроков, я бы вообще вряд ли понял, что это Fortnite. Ибо, ну вы посмотрите, как это все выглядит не по-фортнайтовски. Еще этот киношный фильтр создает впечатление дороговизны и голливудности, что ли. Тут нужно захватывать точки и аннигилировать вражескую команду. Единственное, что не понравилось, это размер карты. Хотелось бы побольше. Следующий любительский режим, что я нашел и который меня заинтересовал, это вот этот. Я не знаю, как называется такой жанр, но тут вам предстоит носиться по острову и разносить толпы монстрятины, попутно зарабатывая за это денежку, которую можно потратить на более крутое оружие, чтобы, что правильно, чтобы еще более эффективнее рубить тварей. Каждые несколько минут на острове открывается портал на арену, на которой игрокам предстоит сразиться со здороведным морским змеем. Такой своего рода рейд получается. И, должен сказать, завалить эту тварюку не так уж и просто, так что лучше заваливаться туда сразу толпой. Также в списочке народных игр есть множество, так сказать, авторских хорроров, разные парашивости. Почему парашивости? Просто что-что, но хорроры в Фортнайте пока что делать не особо умеют. Хотя я вполне допускаю, что это я давно присутился страшилками и ничего особо не пугаюсь. Кроме дешевых скримеров, я там пока ничего не нашел. Хотя был один хоррор, в котором я реально немного дернулся, но это был не скример. Я случайно увидел, как по потолку проползла какая-то тварюка. Вот это было действительно неплохо. Следующий неплохой режим называется Spidey Up. И, ну, вы сами видите. Поначалу я не мог никак привыкнуть к управлению, но спустя минут 20, наконец освоился и залип на 2,5 часа. Геймплей просто да нельзя, но черт, как же он все-таки крут и очень медитативен. Еще, кстати, интересное наблюдение. Ваш герой во время полета на импровизированной паутине выполняет различные акробатические движения, как настоящий Человек-паук. Не знаю, сделали разрабы эти анимации с нуля, либо это дело рук самих эпиков, но факт остается таковым. Это выглядит бомбезно и играется тоже. Очередная годнота, которую я нашел, немного выделяется из всего предыдущего. Тут у нас дезматч в лабиринте с видом сверху. Правда, камера низковата, как по мне, но я понимаю, что это, скорее всего, было сделано специально для пущей напряженности боев. В целом, довольно неплохо, но чутка однообразно. Еще я нашел весьма необычный и любопытный режим, где можно создавать музыку. Такой вот своеобразный секвенсор, по типу какой-нибудь FL Studio непосредственно в самом Фортнайте. Тому, кто это создал, огромный респект. Если прямо разобраться хорошенько, то можно создать даже какую-нибудь собственную композицию, да, она будет простенькая, но сам факт, что это вообще возможно сделать в Фортнайте, приятно удивляет. Ну и, разумеется, в списочке игр от энтузиастов я нашел режим Gun Game. Те, кто его создал, реально постарались. Помимо того, что у вас тут после каждого килла сменяется оружие, в рандомный момент во время матча происходят всяческие мини-ивенты, по типу замедления времени или, например, пониженная сила притяжения. Внезапно может активироваться ивент, во время которого на картинку накладывается пиксельный фильтр, что немного усложняет процесс попадания по врагам. Помимо всего этого, спустя некоторое время сменяется еще и арена. Их там штук пять или шесть, так что быстро не наскучит. Еще я нашел режим по типу Only Up. Он попроще, но куда динамичней. По мере прохождения вам начисляются денежки, на которые можно покупать различные приблуды, которые немного упростят ваше восхождение. Например, вы можете купить воздушный шарик, который позволяет выше прыгать. Или, скажем, джетпак. А как насчет меча, с помощью которого можно делать стремительные рывки, преодолевая внушительные расстояния? Правда, не факт, что вы удачно приземлитесь, но тем не менее. На пару с мечом можно еще использовать молот, удар о землю которым вас унесет прямо в небеса. А уже в воздухе снова используем меч. Красота! На все прохождение у нас ушло два часа. Боюсь представить, сколько бы мы потратили времени на все это без этих гаджетов. Хотите немного трэша? А, знаю, что хотите, мои маленькие любители трэшатинги. Что ж, получите, распишитесь. Первый, скажем так, образец, это Backroom Survival с этими вашими так называемыми мемами. В начальном хабе все игроки нажимают кнопку, и те, кто успел впервые, становятся мемами, а остальным приходится убегать от них. В общем-то, это все. Максимально всратая дичь, но нам с другоном зашло. Вы только послушайте звуковое сопровождение. Мед для ушей. Еще один трэшачок вы можете наблюдать на своих экранах. Ну, тут даже и не знаю, что сказать. Это... Это пиздец. Ну и последний кек на сегодня это Super Hero City, где нужно носиться по всей карте, устраивая бесчинство и дикий экшон, зарабатывая монетки, на которые можно купить суперсилы. А посреди города стоит огромный демонюга, в которого все стреляют, но которого нельзя убить. А еще я там встретил своего близнеца, который носился вместе с нами, но потом он воспользовался моим доверием и предал меня. Ну и, пожалуй, стоит упомянуть основной режим Battle Royale, только без строительства. Со строительством играют киберкатлеты и сверхлюди, до скилла которых мне и моим друзьям, когда Плутоны верхом на хромой и слепой собаке. Оставим этот режим жестким потничом. Если же говорить про обычный Battle Royale тут, то это максимально комфортный и человый игровой режим, где помимо стандартных перестрелок можно найти на карте различные секретики, по типу тайников с оружием и золотом, на которые можно улучшать ваши стволы. Или вот, например, над картой в какой-то момент появляется парящий остров с ценным лутом и прочими интересными штуками. А по периметру карты ходит пояс, на котором также можно найти различные полезности. Стрельба тут, к слову, реализована чертовски приятно. Наверное, это одна из немногих аркадных игр со стрельбой, где последняя выполнена на высочайшем уровне. Были, конечно, редкие моменты, когда попадание не регалось, но это, скорее всего, из-за моего интернета. А если вам вдруг надоест стрелять, то можно понакапливать опыт, вытворяя безумные трюки на мотоцикле. Вообще, в плане наполненности контентом у Фортнайта уже давным-давно все в полнейшем порядке. В одной из прошлых глав, к примеру, посреди карты был большой неоновый город. Я тогда немного поиграл, но в тот момент я не до конца понимал, что такое Фортнайт и как в него играть. Но вот недавно я внезапно решил, что все-таки хочу поиграть в Фортнайт и, кажется, останусь в нем еще надолго. Игра, кстати, поддерживает кроссплатформу, поэтому вы можете спокойно играть в пати, где один играет с ПК, второй со свитча, третий с Плейстейшена или Эксбокса, а четвертый вообще с телефона. И что самое главное, игра абсолютно бесплатная. В ней море качественного контента и все это абсолютно за ноль денег. Разумеется, кроме скинов и музыки. Да, тут можно покупать музыку для музыкального режима по типу Guitar Hero. Режим, кстати, залипательный. В игре постоянно появляются какие-то новые скины и персонажи, которые тут сделаны очень круто, как по мне. И в какой-то момент я решил, мол, да пофиг, что мне мешает взять Battle Pass. И я его взял. И знаете, вообще ни разу не пожалел об этом. Что ж, а на этом я, пожалуй, закончу свой рассказ. А вам очень советую скачать форточку, если еще не играли, и поиграть. Подписывайся, если тебе понравилось. Обязательно ставь лайк, это очень поможет каналу. И напиши в комментах, как тебе игра. Услышимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok